В Донецке сегодня гремели взрывы, слышно было дальше далеко за пределами города. Подробности знает Ирина Баглая, она с нами на связи. И расправь меня, если я ошибаюсь, но месяц назад был такой же взрыв на этом же заводе? Да, Наташа, именно в этот же день, месяц назад. Сегодня два мощнейших взрыва прогремели над Донецким казенном заводе. Над городом поднялся столб дыма и разгорелось пламя высотой до 15 метров. Ударная волна достигла и песок, и вот мы на себе и почувствовали даже этот удар. Наши военные, которые держат оборону в Донецком аэропорту и в соседних селах, сами были в недоумении, кто стрелял и чем. Они провели перекличку по всем подразделениям и убедились, снаряд был выпущен не со стороны сил АТО. Тем более, что буквально за полчаса до взрыва боевики накрыли огнем из миномета в позиции военных в Песках, прямо на наших глазах. За последнюю неделю могу сказать, что я не припомню такого активного обстрела. В самом Донецке в это время главари самозванной республики проводили встречу с избирателями. Ранее они заявили, что собираются провести 2 ноября свои, так сказать, местные выборы. И в это же время впервые на Донбасс-арене решили выдать гуманитарную помощь мирным жителям. Оба помещения значительно повреждены, но о погибших жителях пока информации нет. Кто же нанес удар по заводу, где, по информации местных жителей, боевики разместили склад боеприпасов, не знают и сами руководители самозванной ДНР. Похоже, они в панике, но интересный факт. Новость о том, что именно Донецкий казенный завод охвачен пожарами, там произошел взрыв, опередил сам теракт. Информация была распространена еще два дня назад в сети интернет, и тогда мы убедились, что это дезинформация, о чем мы говорили в подробностях. Поэтому можно смело предположить, таким образом, заинтересованная в эскалации конфликта сторона пытается дискредитировать украинскую армию и не допустить установления режима тишины. Мы не используем любое оружие, в том числе и ракетный комплекс «Точка-У» против мирного населения. Мы не ведем огонь по тех районах, где находятся мирные жители. В руководстве ДНР же сегодня уже заявили, перемирия не будет. По данным нашей разведки, под Дебальцево зафиксировано скопление сил численностью 3000 боевиков. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай, о Донецке и области.